Три месяца на полях стадиона ТМК проходил турнир, который стал уже не просто традицией, а реликвией Уссурийска. Нигде в крае не проводится ничего подобного. Около 600 футболистов всю зиму выясняют отношения на свежем воздухе, на скользком снежном покрытии, в упорной и зрелищной борьбе. В первой самой престижной лиге на первом месте пока держится «Искра». В ее активе 41 очко. Восход к этому времени заработал 38 очков, Пищевик – 33. Но и ЛОВД совсем рядом, у полицейских 30 очков. Всем командам осталось сыграть по одному матчу. Судьба чемпионства в руках очной встречи между «Искрой» и Восходом. Игра осталась на сладенькое. Кто займет третье место, тоже под вопросом. Пищевику предстоит играть с фрешем, а ЛОВД – с МЧС. Не менее драматична ситуация во второй лиге. Здесь «Фортуна» имеет 45 очков и две игры впереди. Более-менее проходимые. Хозяин серебра уже тоже почти определен. Это Восход 2. У него 42 очка. А вот за бронзу поборются сразу три команды. Это «Регион», «Содружество» и «Борисовка». Осталось немного играть. В принципе, сил еще хватает. Наверное, турнир… Никто, наверное, все равно не хочет, чтобы он закончился. Потому что все выходные, все праздники на свежем воздухе – это прекрасное времяпрепровождение. В третьей лиге пятерка команд будет делить призы. Весь сезон лидировал «Скиф» ЦРТДЮ из «Воздвиженки». Он пока и держит первую позицию. Приморский кондитер сделал резкий прорыв во втором круге розыгрыша. Он пока идет за «Скифом». «Искра» третья. Но ее может обойти Боярд. Тем более, что их очная встреча закончилась в ничью. Рядышком находится и «Приморец». Другие команды шансов на призы уже не имеют. Ближайшие выходные игры закончатся. 17 февраля завершится и ветеранская лига. Здесь «Восход» имеет больше всех очков. «Локомотив» отстает на три очка. Но у него одна игра в запасе. Третьими следуют ветераны Суворовского училища с двумя играми в остатке. На бронзу может позариться и «Искра». «Восток» значительно отстал. Владивостокская фантазия, проиграв несколько матчей, из гонки выбыла. «Хорош, хорош, хорош!»